Добрый день! Хочу вам рассказать об интересной схеме, которую придумали автодилеры для того, чтобы увеличить свои доходы, пользуясь дефицитом на рынке новых автомобилей. В частности, Skoda Karog в автоспеццентр Химки. Очередь 3-4 месяца. Соответственно, когда я пришел, мне сначала предложили автомобиль из наличия с наценкой 1000 на 100. Я отказался, сделал заказ, внес задаток 30 тысяч рублей и стал спокойно ждать. Через 2 месяца звонит не менеджер и говорит, что автомобиль, который я заказал, может быть, приедет только в сентябре, то есть через месяцев 5-6 после заказа. Но случайное совпадение, в кавычках, как я говорю, появился точно такой же отказной автомобиль в наличии. Причем, что удивительно, прямо точно в такой же комплектации с зимним пакетом, задним центральным подлокотником в таком же цвете и так далее. Вот, якобы, какой-то корпоративный клиент отказался. Ну, понятно, что по теории вероятности это практически невозможно. И, скорее всего, меня просто поставили, вот, убрали какую-то мертвую душу, поставили меня в какую-то более раннюю дату заказа. И, соответственно, из поставки автомобиль оказался. Соответственно, в договоре у меня не прописан ВИН. И поэтому, как бы, они могут говорить, что это вообще, как бы, не мой автомобиль. Вот, и, соответственно, он пришел к ним 5-го, примерно, мая, 4-5-го мая. Они его оплатили и 12-го мая поставили на него допов. И сначала пытались мне продать допы за 120 тысяч, потом за 117, за 113. И когда я, соответственно, обратился в официальное представительство, они сразу как-то говорят, приходите к нам, приходите, давайте обсудим. И вот, соответственно, я к ним пришел. И дальше будет вот очень интересная встреча, где они мне рассказывают про преимущества их доп. оборудования. Вот, и, в конце концов, предлагают купить у него, у них за 42 тысячи рублей. Вот, давайте посмотрим, как это происходит. Достаточно грамотно, я считаю, менеджеры продают, вот, практически по себестоимости. То есть, они были вынуждены по обычной цене продажи, ну, с маржой своей, именно только на запчасти и, фактически, без стоимости работ, вот, мне все это предложить. Давайте посмотрим.